Ростов прославился, да, то есть, наверное, коррупции существует много, да, в том числе, наверное, и судьи, то есть ни в коем случае не хочется ни на кого наговаривать, да, но почему-то начали с Ростова. Вот помните, не так давно я вам рассказывал про ваши аксайские рынки, что случилось, и вот я тогда пришел, говорю, давайте я вам расскажу коротко, вот там, а приходила тут куча людей, предпринимателей, хотя там все было незаконно от начала и до конца, но в тот момент был армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе. И было понятно, что государство видит огромную проблему в виде возможных стычек армянско-азербайджанской диаспоры на территории Ростова, вот, и обоих лидеров диаспор вызывали на разговор и говорили, там это там, а ваша родина здесь, их помощников вызывали и так далее, и так далее, поэтому здесь не происходит ничего, вот ничего, мы все граждане Российской Федерации, да, и вот, и когда на аксайских рынках, жгли армянские флаги, танцевали, праздновали непонятно какую-то победу, всем стало понятно, что в городе Ростове почему-то появилась структура, которая вообще не понимает, что она живет в рамках государства, что у них, оказывается, какое-то есть другое государство. Я ни в коем случае не против Армении, не против Азербайджана, мы находились на территории Российской Федерации, и ситуация по Российской Федерации была так, что для нас это огромное горе, когда два братских народа стреляют в друг друга. Вот для нас эта ситуация так, и для меня лично, когда два братских народа стреляют в друг друга, но почему-то кто-то начал праздновать победу, вот на этих вот аксайских рынках, и тогда было принято решение, которое в течение многих месяцев разрабатывалось, потом это дошло до войсковой операции, все потом оказались в ужасе, когда вскрылось, о каких миллиардах Нала идет речи, что у нас пол Ростова занимается незаконным бизнесом, с незаконными строениями, магазинами и так далее, и вот эта вот клака была прихлопнута. Что вот эту войсковую операцию, как мне кажется, согласовали у президента, и поэтому никаких задних никто уже дать не мог, 100%, и виновные сегодня, я как понимаю, до сих пор находятся в камере. Теперь про наших судей. Вся та же самая история. Вы теперь вспомните, за последние два года сколько легких или почти оправдательных приговоров вынес ростовский суд против системы, когда шла большая работа по борьбе с коррупцией, выносились смешные приговоры без реальных сроков. Я не буду сейчас перечислять имена и фамилии, но получается, что знаете, как с дона выдачи нет. То есть судьи Ростова почувствовали, что они выше государства, что они выше системы. И когда система говорит о том, что вот этот чиновник украл, вот этот, вот этот, а его, так сказать, под белорученькие выпускают на свободу с какими-нибудь смешными штрафами и так далее, и вот тогда этим людям скажут, подождите, а вы где живете? Вы все-таки служите этой системе, имеется в виду так вот сверху-низу, да? Или у вас кто-то здесь на дону, вы решили собственное самоуправление начать? И вы будете решать, господа судьи, кого выпускать, кого не выпускать? Поэтому я ни на что не намекаю, но вот целая череда очень мягких приговоров по чиновникам привела к тому, что сегодня ваши судьи в Сибирь сами все получат приговоры. Всем привет!